Краевую казну попытались максимально сбалансировать. С учетом федеральной поддержки консолидированный бюджет региона в следующем году превысит 353 миллиарда рублей. Перед тем, как выйти на первое чтение, законопроект прошел общественные и парламентские слушания. Однако даже сегодня на заседании сессии дискуссии продолжились. У некоторых депутатов вопрос. Если запланирован рост экономики, то как может снижаться удельный объем основных поступлений в бюджет, таких как налоги на прибыль и имущество организации? Оказалось, что ничего страшного в этом нет. С учетом того, что у нас НДФЛ пошел вверх, и его удельный вес в структуре, в составе бюджета увеличивается, у нас снижаются остальные удельные весы и не на много. А в натуральном выражении, что налог на имущество, он у нас подрастает ежегодно, и налог на прибыль. Поэтому некорректно было говорить, что идет снижение по налогу на прибыль и налогу на имущество. Но именно в спорах рождается лучший результат. Вениамин Кондратьев, который внес на рассмотрение в законодательное собрание проект главного финансового документа региона, уверен, такие парламентские премия пойдут только на пользу. Мне принципиально важна позиция каждого депутата, который выступает. А все в совокупности вы определяете, в том числе вместе со мной, с нами, дальнейший курс экономического развития. Те самые приоритеты, о которых мы все время говорим. И сколько бы ни было средств в бюджете у нас, все равно мы будем расставлять приоритеты. Поэтому мне важно сегодня, чтобы мы работали как одна огромная большая команда. Мы принимаем бюджет на ближайшие три года и оперируем десятками миллиардов рублей. И мы должны не забывать о том, что еще был 15-й год, когда только все начиналось. Тогда стояла задача удержать экономическую стабильность, удержать, не свалиться в турбулентность. На самом деле не дать провалиться, не то что провалиться отрастям экономики, свалиться отрастям экономики в полной опеке. Вот что нужно было делать. Это маневрировали, маневрировали все вместе. Вот эти самые приоритеты, которые расставляли, мы их правильно расставили. И результат вот этого будет, потому что совместная работа и совместный контроль. И вот сегодня мы должны опять расставить приоритеты так, в этом бюджете на три года, чтобы от экономически прогрессивного движения вперед, от той динамики, которая сегодня есть, мы перешли к экономическому рывку. Основной финансовый документ года – это, по большому счету, план социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Документ качественный, тщательно проработанный, сбалансированный. Краевой бюджет остается социально ориентированным. С нового года в крае почти на 4% проиндексируют зарплаты бюджетникам и пособиям многодетным семьям. Прибавку за свой труд также получат учителя, врачи и работники культуры. На это дополнительно предусмотрели 4,5 миллиарда рублей. Появятся и совершенно новые программы, например, по улучшению жилищных условий для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. На это выделят почти полмиллиарда рублей. Еще одно ключевое направление – ремонт больниц. Здоровье людей – залог экономического успеха всего региона. Важная статья расходов, я считаю, это ремонт медицинских учреждений. Важное, давайте честно скажем, только губы красили мы у наших поликлиники, у наших больниц. А на следующий год мы заложили до 2 миллиардов рублей на ремонт больниц. Это позволит отремонтировать по тем предварительным сметам, которые есть, около 40 больниц в крае. В следующем году 40 больниц. У нас 44 муниципальных образования, если хотя бы, то уже в 40 мы эту проблему закроем. Это в следующем году, подчеркиваю. Ну, по крайней мере, пусть в крупных центрах там по 2-3. Но если мы сохраним такие же суммы и в бюджете через год, через 2, через 3, ну, конечно, проблема уйдет. Она уйдет. 2020 год на Кубани станет годом строительства важнейших для региона объектов. Только на школы и детские сады уже заложено 10 миллиардов рублей. В новом бюджете сверстаны деньги и на масштабнейший инфраструктурный проект, реализация которого решит проблему с подачей воды почти у миллиона человек. С этой задачей не могли справиться долгие годы. В этом году мы начали строительство Троицкого группового водовода. В 2020 году дополнительно будет вестись строительство по всем трем водоводам – Таманскому, Ейскому и Троицкому. Будет построено 186 километров водопроводов, что, соответственно, улучшит водоснабжение населения не менее чем 900 тысяч проживающего в крае. Вот за 3 года, вложим, 10 миллиардов известные всеми, нашумевшие уже своими прорывами водовод. Это Троицкий, Таманский и групповые водоводы, и Ейским в том числе. Наконец-то вода в Ейске, я уверен, через 2 года будет, потому что, да, дорого, но мы туда ведем водовод. Ведем, потому что, ну как, все время живет достаточно на принципе Ейск. Проблема вечная с водой, но я думаю, мы ее решим. Все, деньги заложили и защитили. Еще раз подчеркиваю, и на Ейске, и на Троицке, и Таманске групповые водоводы. Все, уйдут эти прорывы в прошлое. В будущем только комфортная городская среда. Общественные пространства для людей должны быть в каждом населенном пункте. Начнут с краевой столицы. В Краснодаре в 2020 году займутся строительством единой набережной вдоль правого берега Кубани. Но крепительные работы из регионального бюджета планируют выделить больше 2,5 миллиардов рублей. Еще 3 миллиарда направят на благоустройство прилегающей территории. Мы с вами выделяем 2,6 миллиардов рублей на набережную. В Краснодаре, который, на самом деле, я уверен, при общем подходе будет. Это же может стать визитной карточкой нашего города. Он же опоясывается Кубанью. И неужели мы не можем сделать красивый этот берег? Чтобы можно было гулять и в гидрострою, и в целом центральной части, и на берегу нашей Кубани. То есть хорошую, красивую, комфортную набережную. Дать деньги, немалые деньги, но сегодня можем себе это позволить, потому что это современный Краснодар. Но в погоне за комфортными условиями больших городов не стоит забывать о сельской местности. Тем более, что в станицах и хуторах живет основная часть населения Кубани. Больше 4 миллионов человек. Вагропромышленный комплекс. Инвестиции к рыбовому бюджету составят более 8,3 миллиардов рублей. Еще раз задумайтесь. Это только на следующий год. Это не на три года, это на следующий год. Начнем реализацию программы комплексного развития сельских территорий. 600 миллионов рублей. Это деньги на улучшение, понятно, что тут говорить. Жизни на селе. Жизнь на селе должна быть комфортной, иначе, не дай бог, село оскудеет самым главным ресурсом, человеком, селянином. И что? И не будет этого села. Это первые шаги, такие деньги. Я уверен, что мы тоже кратно увеличим программу поддержки села. Но необходимо это делать. Необходимо молодежь, да и просто любые жители на селе должны чувствовать, что у них не хуже, чем в городе. Мы должны сделать все, чтобы село заново начало максимально активно развиваться. Жизнь там должна поселиться, чтобы молодежь не бежала оттуда. Не бежала. Чтобы избежать этого, на селе должна быть работа. А крестьян традиционно кормит земля. По просьбам аграриев, со следующего года в Крае запустят программу по обновлению сельхозтехники. Фермеры и производители продукции смогут покупать специализированные машины со скидкой в 10%.